Заявленная тема сегодня – это тема внедрения проектного управления в компании. Меня эта тема прям очень волнует, потому что это именно то, чем я люблю заниматься, и поэтому сегодня как раз-таки об этом вам и расскажу, поспрашиваю, как у вас, какие у вас проблемы в связи с этим возникают. Ну а прежде, чем мы к этому перейдем, напомню, у нас достаточно интерактивный формат, и поэтому у вас есть возможность делать какие-то записи для этого. Приготовьте бумажку, бумагу, блокнот и ручку. Ну и, конечно же, так как вы находитесь в комфортном для вас месте, запаситесь кофе, чаем, чтобы вам было достаточно комфортно коммуницировать. Ну и мне хотелось бы с чего начать, самое первое, с чего начать, да, это понять, а кто же мы в сети, кто сегодня здесь собрались. И для этого давайте как раз-таки использую нашу систему Ментиметр для интерактивного общения. Кто еще этого не делал, сейчас мы научимся это делать. Для этого мне сегодня помогают наши администраторы, да, они в чате будут своевременно вам нужны ссылочки говорить, да, и я задаю вам вопрос и перемещаюсь на сайт Ментиметра, да, вопрос заключается в том, а какую вы обычно роль играете в проектном управлении, да, в проектах. Ну и, соответственно, этот вопрос вы видите, да, и кто вы, я. Как ответить на этот вопрос, сейчас все расскажу. Во-первых, в чате у вас есть ссылка на то, чтобы перейти в эту голосовалку, это раз. А во-вторых, можно, чтобы это было по-другому как-то, да, просто перейти на сайт menti.com и ввести код 8 5 1 8 6 7 4 0, и тогда вы тоже туда попадете. Так. Получается ли? Коллеги, вот кто-то пишет в чат, значит, если вы чат видите, то в самом верху чата есть ссылка, вот, которую предлагает Маргарита воспользоваться, переход на вот эту страничку в интернете, на которой можно проголосовать, и ниже следующая запись, это как раз вот этот код, необходимый для попадания именно в это пространство. Ну да, если вы по ссылочке переходите, то кода не надо, а если вы идете напрямую на menti.com, то уже вводите код. Ага, вот, разобрались, смотрю, больше кружочков стало появляться. Отлично. Ага, руковожу, руководители проектов есть, руководитель проектного офиса, отлично. Собственник бизнеса, есть у нас кто-то, кто для развития пришел, не участвую в проектах, но, видимо, эта тема очень волнует, и поэтому здесь. Так, много членов команды, это тоже такая зона роста, может быть, являются, да, членами проектного офиса, и, соответственно, тоже интересно, как же внедрять проектное управление в компании. Ну, интересный очень у нас состав. Я думаю, что больше данный вебинар будет бить в тему тех, кто является собственником бизнеса, кто является руководителем проекта и руководителем проектного офиса, потому что знать все подводные шаги – это очень важно, да, чтобы правильно пройти. Отлично, спасибо всем, кто проголосовал, теперь мы знаем, кто с нами. Ну, и мы с вами возвращаемся в презентацию. Итак, какой сегодня у нас план с вами работы, план встречи? Всего четыре пункта, да, я запланировала с вами обсудить. Первое, о чем хотелось бы поговорить, это вообще проблематизация, а зачем же нам внедрять проектное управление в компании, да, то первое, с чего мы начинаем, это это. Второе, о чем мы поговорим, это о четырех основных компонентах системы управления проектами, которая внедряется в компании. Нам очень важно, чтобы все эти компоненты присутствовали, потому что если мы разбалансированы, соответственно, ничего хорошего из этого не выходит. Третье, о чем поговорим, это мы поговорим о подводных камнях внедрения проектного управления в компании. Ну и завершим это все пошаговым конкретным алгоритмом настройка проектного управления. Что, зачем сделать нужно нам, чтобы успешно внедрить проектное управление. Вот, поэтому будем работать с вами по данному плану. Ну и давайте начнем с первого вопроса. И он первый, и даже по приоритизации, по важности он тоже очень значимый. Если мы затеваем внедрение проектного управления в компании, то первое, на какой вопрос нам нужно ответить, это зачем. Если вы внедряете, да, или внедрили уже, или думаете внедрять проектное управление, то я предлагаю вам ответить на вопрос, почему стали внедрять проектное управление в компании. То есть как вы решили этот вопрос с проблематизацией, как вы на него ответили. Ссылка все та же, да, сейчас у нас подгрузится. Если вы перейдете по той ссылочке, ну или прошлым путем, да, моментиком и введением кода, ответьте, пожалуйста, почему стали внедрять проектное управление в вашей компании. Для того, чтобы оптимизировать процессы, увеличить, читая, увеличить эффективность компании. Для того, чтобы обеспечить рост бизнеса, тиражироваться, чтобы себе гибкость обеспечить, окей. Есть проектные задачи. Ну, то есть вы поняли, что ваш бизнес – это бизнес, который состоит из проектов, и хорошо бы научиться ими управлять и, соответственно, смочь это делать системно. Ага, ну вот масштабирование, да. А, экономия, да, отлично. Экономия тоже очень важна, и это побочный эффект, скажем так, внедрения проектного управления, потому что мы начинаем под лупой рассматривать бюджеты наших проектов, их контролировать, и обычно это приводит к тому, что в каких-то моментах мы можем и сэкономить. Это действительно так. Системный подход, гибкость, экономия. Отлично. Решение задач. Задач бизнеса. Ну, тут важно, да, спасибо большое за ваши ответы. Я опять обратно возвращаюсь в презентацию. Тут важно понимать, да, что нам прям на старте нужно ответить на этот вопрос, иначе как же мы потом поймем, что там мы внедряли-внедряли, что-то делали, там затратили какие-то на это усилия, а действительно это нам полезно или нет. Вот я привожу такую статистику, она, конечно, немножко мохнатенькая. 2012 года результаты опроса компании PM-эксперт делала по поводу причин внедрения системы управления проектами, КСУП – это комплексная система управления проектами, почему компании делают это. И, ну, вот картинка была такой. Несмотря на то, что эта статистика мохнатая, я хочу сказать, что со временем ничего не меняется. То есть, когда я задаю вопрос, а почему, ответы бывают ровно такими же. Ну, не знаю, насчет процентного соотношения разброса, мне тоже кажется, что все-таки оно сохраняется, но, тем не менее, набор вот этих вот параметров, да, которые, ответов, которые дают, обычно одинаков. То есть, что хотят решить, что болит у компании, что они хотят решить внедрением системы управления проектами. Ну, самое большое количество ответов связано, конечно, с тем, что отсутствие актуальной общей картины проектов. Мы растем, компания масштабируется, да, но, как бы, если раньше я, там, как руководитель небольшой компании мог уделять внимание каждому проекту, то теперь приходит история о том, что я не успеваю вникать в каждый проект, я отдаю это на откуп, там, своим, ну, в лучшем случае руководителем проектов или в другом случае просто руководителем каких-то других функциональных подразделений, и в этом случае общая картинка у меня теряется. И, конечно же, большая боль и большое желание вот эту вот общую картину и статус по этим проектам увидеть, и для этого система управления проектами работает на все 100%. Задержки в сроках, да, опять же, масштабируемся, и нет возможности уделять каждому проекту внимание, и таким образом мы получаем с вами задержки в выполнении проектов, а время – деньги, да, как говорится, и поэтому, конечно, важно не потерять эти деньги и делать проекты в срок. Здесь тоже проектное управление помогает на 100%. Дальше. Неэффективное распределение ресурсов между проектами, да, это задержки между передачей работы с одного участка на другой участок, это простои какие-то, это все то, что связано с передачей работы и пониманием, а как загружены у меня ресурсы или как перегружены мои ресурсы, нужно ли мне дополнительных людей, допустим. Вот, это тоже, с этим тоже помогает справиться внедрение проектного управления. Неудовлетворенность заказчика результатами проектов, непонимание, как правильно вообще подходить к управлению проектами, начиная от старта, да, со сбора требований к этому проекту, постановки задач, дальше реализации, постоянного мониторинга и так далее, и коммуникации непосредственно с самим заказчиком. Отсутствие четкого распределения ответственности между участниками проектной команды, да, проектной деятельности. В данном случае это тоже большая боль. Если раньше я занимался всем и сам, то теперь мне нужно понять, а кто же в моей команде этим занимается и за эту зону ответственности отвечает. Очень часто бывает, что мы, допустим, в команде несколько человек делают одно и то же, или наоборот, то, что нужно сделать, не делает никто, не досмотрели. И это тоже позволяет нам решить систему управления проектами, внедрение системы управления проектами. Значительное превышение бюджета, вот смотрите, даже не на первом месте, но тем не менее тоже большой очень процент. Почему, да, таких ответов. Ну и, естественно, бывают такие истории, когда это требование вышестоящей организации, когда это требование контрагента, наличие системы управления проектами. В моей практике была такая история, когда в энергокомпании работала, мы занимались строительством подстанции, и для того, чтобы отдать нам работу, да, нас вышестоящая организация, наш заказчик требовала, чтобы у нас обязательно были сертифицированные специалисты, руководители проектов. И мы прямо в компании, да, организовывали обучение и сертифицировали наших специалистов для того, чтобы удовлетворять требования. Поэтому это тоже бывает. Я бы, конечно, сказала, что это не самая важная задача, которая стоит перед системой управления проектами, но, тем не менее, такое требование может быть. И, соответственно, на вопрос, зачем, мы ответим, что это требование вышестоящей организации. Вот такие вот ответы бывают, да, и поэтому еще раз повторюсь, да, прежде чем войти в эту историю внедрения системы управления проектами, нужно ответить себе зачем, чтобы потом была возможность проверить, да, достигли мы желаемых результатов, либо нет. Система управления проектами, да, подытожим, позволяет нам достигать стратегических целей компании через формирование сбалансированного портфеля проектов, да, мы берем в себе только на выполнение те проекты, которые удовлетворяют нашим стратегическим целям, да, все остальное мы отодвигаем. Мы получаем единую картинку выполнения всех проектов, мы достигаем целей проектов, а вообще есть такое понятие, как железный треугольник проектный, да, где говорится о том, что вообще обычно у проектов есть три основные цели, которых мы хотим всегда достичь. Это в срок, это в рамках бюджетов, заложенных, да, определенный нами, и это в рамках того содержания, которое мы обсудили с нашим заказчиком, да, то есть в рамках ТЗ, скажем так. Вот, система нам позволяет контролировать общий ход проекта, она позволяет нам вовремя корректировать и понимать, что мы отклоняемся, да, увидеть, что ага, сейчас в сроках мы отклоняемся, а можем ли мы это нагнать, а что нам для этого нужно сделать, добавить ресурсов, либо задачи какие-то по-другому сделать, либо еще какие-то варианты предусмотреть, да, здесь мы понимаем осознанно это, и можем что-то вовремя предпринять, когда еще возможно это исправить. Это позволяет система контролировать, координировать использование ресурсов в компании, чтобы не было такого, что кто-то недозагружен, а кто-то перегружен. Это позволяет накапливать знания, как ни странно, да, то есть если у нас действующая система, накапливаем знания и потом по спирали развиваемся, да, на базе уже усвоенных знаний становимся все в совершении и совершении. Ну и, конечно же, это позволяет иметь единые правила и стандарты управления проектами, то есть очень часто бывает, что в компании есть такие звездочки, руководители проекта, которые такие саморазвиваются, которые, может быть, от природы награждены пониманием, да, интуиции, как правильно управлять проектами, но в этом случае у каждого уровень совершенно разный. А вот если у нас эта история внедрена системно на уровне компания, то есть есть единые правила, единые алгоритмы, как мы работаем, единые стандарты, то руководители проекта становятся просто проще работать, потому что они понимают, что им нужно сделать, да, какие шаги, совершить, чтобы управляемо достигать своих целей. Все это, да, ответы на вопросы, а зачем? То есть найдите именно тот ответ на вопрос, который будет, там, если вы собственник бизнеса, который будет именно вас волновать, да, именно вас как-то на крючок подвешивать ради того, чтобы этот проект, скажем так, внедрение проектного управления в компании довести до конца. Поэтому, потому что, если руководство не поддерживает тему проектного управления, то нужно стоить, а зачем, ну, нужно подумать, а зачем нам это делать, потому что есть много шансов и большая вероятность, что проект не дойдет до конца. Поэтому здесь, начиная это все и отвечая на вопрос, а зачем, конечно же, нужно, чтобы на этот вопрос в первую очередь ответил собственник бизнеса или там директор компании, да, который реализует задачи и цели собственника, однозначно был заинтересован в этой теме тоже. Вот, это большой такой шаг, да, без него двигаться дальше вообще не стоит. Ну, а дальше, если все-таки ответы найдены, и мы понимаем, зачем мы это делаем, и мы можем поставить точку сейчас, и мы можем обрисовать точку, что мы получим после того, как это все реализуем, нам просто нужно налаживать систему, которая будет успешно управлять нашими проектами. Ну, давайте теперь разговаривать про ту самую систему и про те основные компоненты, из которых складывается данная система. Основных компонентов четыре, да, которые нам позволят наш рецепт, да, успешно приготовить. Это методология проектного управления, это информационная система управления проектами или ИСУП, да, сокращенно. Это система контроля отчетности, и это люди, да, которые будут это делать, организационная структура управления проектами. Вот такие вот четыре основных компонента, про которые мы сейчас чуть позже более детально поговорим, обеспечивают нам систему управления проектами. Ну, и тут еще важно понимать, что каждый компонент, да, он будет за какую-то свою задачку и зону отвечать. Если мы говорим про методологию проектного управления, то это некие такие правила игры в системе. Если мы говорим про информационную систему управления проектами, то тут совершенно разные решения. Это не обязательно, это не догма, но нужно понимать, что мы живем в век цифровых технологий, и эта система нам просто позволит быстрее делать то, что как бы мы будем делать вручную или в экселечках и так далее. Причем хочу сказать, что нет, очень часто задают вопрос, да, а какое решение там вы порекомендуете, какую систему управления проектами информационную вы порекомендуете. Вот нет такой системы, да, которая бы закрыла все нужные вам вопросы. Здесь нужно сначала продумать правила игры, и только потом, исходя из этих регламентов, правил игры, думать, а какая информационная система подойдет вам больше, потому что очень часто бывают сочетания этих систем, которые применяются в компании. Система контроля отчетности. Ну, вот это совсем важный момент, без которого не взлетит. Ну, то есть мы долго можем придумывать регламенты и правила, мы можем даже купить суперсистему, да, для проектного управления дорогие, платить за них огромные деньги, но если мы не будем контролировать периодически то, что происходит в рамках проектов, если мы не будем снимать слепок картинку, то тогда мы не сможем вовремя понять, что у нас идет не так, и подкорректировать, да, все в рамках проекта. Поэтому обычно, если мы хотим там получать быстрые результаты от системы, делается следующим образом, да, когда мы методологию запускаем там в какой-то части отдельной и сразу же начинаем в рамках этой методологии вот этот вот контроль отслеживания, насколько система хорошо работает. Ну, и самый важный компонент, да, если остальные компоненты, они, ну, такие, ну, просто must-have, да, то организационная структура управления проектами или люди, да, это, ну, люди, это наше все, как говорится, вот, и это прям реально важный компонент, без которого не работает все. Причем под организационную структуру управления проектами я тут понимаю много всего. Это и офис управления проектами, это и работа коллегиального органа проектного комитета. И в том числе, да, я понимаю, что есть маленькие компании, которые хотят внедрять проектное управление, и, возможно, им совершенно не нужно там заводить целый проект на отдельный офис там в количестве 50 человек, которые будут вот всем этим заниматься. Возможно, это будет некто один человек, который будет сопровождать вот эту вот всю систему, и этого для вас будет достаточно. То есть тут тоже индивидуально нужно подходить к этим вопросам. Но давайте про каждый компонент поговорим отдельно. Ну и давайте начнем с самого важного, за мой взгляд, компонента. Это организационная структура управления проектами. Опять же таки хочу вернуться к интерактивчику и задам вам вопрос, есть ли у вас в компании проектный офис. Напомню, да, попрошу еще раз чатики продублировать ссылочку на голосовалку, чтобы не искать. И мы посмотрим. Посмотрим, да. Так, ну пока у нас наравне идет. Да, нет. Ага, больше есть. И опять наравне все стало. Окей. Есть у нас те, кто не знают, что такое проектный офис. Сейчас разберемся обязательно. Все расскажу, кто это такие и чем они заниматься должны в компании. Так, ну давайте ждем ваших голосов. Пока перевесила история, да, с тем, что проектный офис все-таки в компании есть. И есть осведомленность о том, кто это. Окей. Так, ну давайте разбираться с проектным офисом, кто это и что за задача стоит перед проектным офисом. Ну, проще всего понять, кто это и что делают эти люди. Это понять, какие функции у офиса управления проектами есть. Офис управления проектами занимается разработкой методик лучших проектов и тех самих стандартов и регламентов проектного управления. Это первая основная задача, да, чем занимаются люди в офисе управления проектами. Во-вторых, потом, когда регламенты эти запущены в работу, да, когда мы там вроде описали и поняли, в какой последовательности, какие действия мы выполняем, офис занимается мониторингом соответствия стандарта. Это может быть в виде аудитов. Если вы используете какое-то программное обеспечение, то оно позволяет там автоматически строить какие-то дашборды, да, и непосредственно там аудитов никаких не нужно. Но тем не менее, да, это именно те люди, которые занимаются мониторингом. Офис управления проектами координирует коммуникации между проектами. Ну, то есть, если я являюсь руководителем проекта, да, я живу своим проектом, и, в принципе, за рамками проекта я обычно так достаточно зашорен, и, допустим, если мне нужно какие-то ресурсы, которые есть в другом проекте, а у меня нет, да, то вот кто должен заниматься этой коммуникацией, чтобы не поссорились руководители проекта, деля какой-то важный ресурс. Как раз-таки вот эта вот коммуникация арбитром здесь выступает проектный офис, который может в том числе принимать решение, да, или скалировать этот вопрос на уровень выше по поводу ресурсов и их распределения между проектами. Кроме этого, проектный офис – это именно те люди, которые имеют компетенции для того, чтобы осуществлять наставничество руководителям проекта, да, учить их лучшим практикам, там, в том числе там осуществлять коучинг и обучение, да, допустим, проектный офис – это именно те люди, которые затевают там обучение для всей компании проектному управлению, или там разрабатывают новые регламенты для того, чтобы всех посвятить вот этот регламент, да, они как раз-таки там устраивают обучение и рассказывают о том, как мы будем жить по-новому. Ну и вот про управление общими ресурсами всех проектов мы уже с вами говорили, да, это опять же таки тема проектного офиса. Причем, если говорить про проектные офисы, конечно, они не сразу же стают такими матерыми и имеют все функции, которые мы сейчас увидели, у них тоже есть свои степени становления, да, первое, с чего они могут начинать, это там люди, которые только начинают описывать методики, делиться этими методиками, осуществлять там коучинг наставничество и обучение, и пока их зона на этом кончается, да, влияние. Потом со временем они переходят на следующий уровень, да, у меня вот здесь даже подсказочка есть, это будет тип офиса управления проектами, такой первый поддерживающий, который носит консультативную такую роль, выполняет. Потом они развиваются и стают таким контролирующим, когда уже мы говорим ай-яй-яй, нужно выполнять регламенты, там шаг лево, шаг вправо, давайте обсудим, в чем была такая необходимость, да. И третий уровень, ну, проектный офис может его и не достичь вовсе, да, это в принципе не обязательно такая история с развитием его, но третий уровень, это когда проектный офис непосредственно начинает управлять проектами, когда там в его состав входят руководители проекта, и уже проектный офис несет ответственность за результаты этих проектов, да, и там в том числе за прибыль компании, которую выполнением проектов, да, компания зарабатывает. Ну и есть стандартное, куда без него определение, что же такое офис управления проектами, я здесь руководствуюсь PMBOK, PMBOK это стандарт американского института PMI, законодатели в проектном управлении, да, вот у него есть такое определение, что офис управления проектами это организационная структура, которая стандартизирует процессы руководства проектами и способствует процессам обмена ресурсами, методологиями, инструментами. То есть достаточно все просто, но тем не менее без вот такой вот структуры запустить проектное управление будет сложно, то есть должен быть обязательно, ну не обязательно это должна быть структура, состоящая из 50 человек, да, я как говорила раньше, возможно это будет для небольшой компании для начала один человек, но который будет прям целенаправленно заниматься этим, а не уделять для этого там 15 минут времени, да, в дне, чего совершенно недостаточно, особенно на этапе становления офиса и вообще становления проекта управления в компании, то есть это достаточно важно. вот кто такой офис, ну надеюсь мы с вами разобрались и я хочу там, говоря об организационной структуре управления, да, управления проектами, сказать вам еще об одной структуре, которая называется проектный комитет. Это коллегиальный орган, который существует в компании для того, чтобы тоже способствует управлению проектами. Сейчас тоже разберемся, кто это, но прежде я тоже хочу такой вопрос вам задать, а есть ли у вас проектный комитет? Опять перехожу на ментиметр, да, открываю голосовалку с вопросом, есть ли у вас проектный комитет? нет, четко нет, четко да, нет, так опять подрастает, у нас это как в прошлый раз, да, так рядышком боролись, но вот тут вот прям что-то четко стал побеждать, ответ нет в рамках этой организационной структуры, ага, не понимаю, ну вот, нет и не понимаю, для чего он нужен. Интересно, среди тех, кто ответил нет, это премьеры противники проектного комитета или все-таки с примесью непонимания, а для чего он нужен. Окей, ну давайте разбираться, да, интересно, нет там, Маш, каких-нибудь комментариев? Я думаю, что это все, в чате нет комментариев пока, я с примесью пишет Анна Вишневская, я тоже думаю, что чаще это с примесью все-таки. Ну давайте разбираться, да, кто же это такие люди, которые в коллегиальном органе служат проектом, который называется проектный комитет. Ой, много букв, ну давайте попробуем разобраться в этих буквах. Для чего этот проектный комитет создается? Ну, я сказала, что это коллегиальный орган, то есть это не люди, которые приняты на должность проектного комитета, да, участия в проектном комитете, а все-таки это коллегиальный орган, то есть мы избираем из состава, обычно это все-таки высшие руководства, топ-менеджмент, выбираем людей, которые присутствуют в этом проектном комитете. Для чего он создается, этот проектный комитет? Он создается для того, чтобы мониторить и контролировать ход выполнения всех проектов. И в первую очередь для принятия решений. Когда руководитель проекта, да, когда мы назначаем руководителя проекта, ну, и ситуация с масштабированием, да, у нас происходит. Я был в небольшой компании, успевал влезть в каждый проект, а теперь у меня этих проектов масса становится, как у руководителя компаний, и у меня нет возможности засунуться в каждый проект. Но я поставил руководителя проекта, который я ему доверяю, которому я не делегирую это все сделать. И дальше возникает ситуация, что вопросы проектов, ну, все-таки это у нас проекты, они слишком уникальны, сложные, какие-то решения по проектам будут рискованные, дороги, если их будет принимать сам руководитель проекта. И у руководителя проекта не хватает полномочий для того, чтобы принять эти решения. И, естественно, для принятия таких решений руководитель проекта пойдет к кому? К генеральному директору, к собственнику за решение этих вопросов. Ну, что-то они там вместе порешают, и, возможно, какое-то решение примут. Но не факт, что это решение будет взвешено со всех сторон, и она будет достаточно обоснована для его принятия. И поэтому прекрасным тут решением является использование вот того самого проектного комитета, который вовлекает в себя руководителей с разных зон. Допустим, там есть финансовый директор, допустим, там есть технический директор, там тот же генеральный директор, там директор по маркетингу, например, да, я сейчас сочиняю это все. И, соответственно, когда выносится какой-либо вопрос руководителя проекта, да, какой-то сложный для своего решения, они могут своевременно со всех сторон взглянуть на предлагаемое решение руководителя проекта, взвесить все за и против и принять уже достаточно обоснованное решение. То есть проектный комитет это такая структура, которая нам позволяет обоснованно принять решение по проекту, не относя это в зону, не эскалирует только на одного руководителя компании. Вот. Плюс к этому бывает такая ситуация в компании, что руководитель проекта столкнулся с каким-то, с какой-то проблемой и вот не знает, куда с этой проблемой-то пойти. Руководитель слишком занят. И вот он сидит и ждет своего приема, там руководитель там в отпуске, например, или куда-то уехал, и у него череда и другие проекты более приоритетные, чем проект руководителя проекта, да. Тем самым мы постоянно, несмотря на то, что у нас, что у нас есть жесткие сроки в рамках проекта, мы еще и начинаем постоянно откладывать выполнение проекта благодаря тому, что у нас не принимается важное, там, судьбоносное решение в рамках проекта. Так вот, если мы там выделили проектный комитет, если мы понимаем тот регламент, в соответствии с которым проектный комитет работает, допустим, он периодически собирается, там, ну, я не знаю, раз в две недели проектный комитет работает, тогда у руководителя проекта есть гарантия сроков принятия важных решений. Он понимает, что я пойду на этот проектный комитет, да, и у меня в течение там недели мой вопрос решится. То есть мне не надо непонятное и неизвестное количество времени ждать, чтобы это решение принять. То есть это такое снятие рисков того, что какие, принятие каких-то решений будет затягиваться. Вот. Поэтому приятный проектный комитет – это такая важная структура в компании, без которой тоже очень системе управления проектами сложно работать. Как только, да, мы затеваем эту историю с внедрением проектного управления, да, то нам тут важно подумать о создании такого проектного комитета. Это несложно. И на самом деле, по моей практике в компании очень часто что-то подобное уже работает. Только просто нужно ему правильное оформление сделать, да, регламентировать его деятельность и понять, какие вопросы рассматривает этот проектный комитет и как эти вопросы выносить на проектный комитет. Потому что не стоит там туда идти с проблемой. Все-таки для того, чтобы принять решение, ему нужно, кроме этой проблемы, назвать какие-то пути решения предложить, да, риски каждого пути решения рассмотреть, чтобы уже дальше проектный комитет мог принять решение. Вот какая у нас интересная история с проектным комитетом. Ну и еще очень тоже важная составляющая нашей проектной структуры. Это обучение сотрудников. Так или иначе, это понятно, но вот когда мы говорим именно про организационную структуру управления проектами, это вот, ну, обычно там проектный офис, который этим занимается, это проектный комитет, которым посвящают это решение. Ну и есть там большое количество руководителей проектов, которые достаточно в разном информационном поле, особенно если мы только начинаем внедрять проектное управление находится. Поэтому нам очень важно, особенно сделать это на заре внедрения проектного управления. Это, во-первых, всех погрузить в единое информационное поле, да, как выглядит эта система управления проектами, что мы сейчас будем делать, да, а какие лучшие практики, если есть уже существующие регламенты, то рассказать о том, как мы работаем, да. Ну и потом постоянно, постоянно, прям регулярно регулярно повышать квалификацию руководителей проектов в проектном управлении, развиваясь, да, и там регламентируя какие-то подходы, обучая этим подходам. Таким образом, все больше сотрудников поймут эту систему, да, и начнут уже в системе работать, и она заработает вот там, как смазанные шестереночки, не будет проскальзывать у нас. Вот такие вот компоненты, которые связаны именно с организационной структурой управления проектами. Это вот такая вот первая, первый компонент, да, первая составляющая важная система управления проектами. Давайте говорить теперь про второй компонент, который я назвала методология проектного управления. Ну и опять к вам вопрос, есть ли у вас формализованные регламенты по управлению проектами. Открываю голосовалку на менте. Вопрос, есть ли у вас формализованные регламенты по управлению проектами, все та же ссылочка. Давайте смотреть, как с этим обстоят у вас дела. Так, первый ответ и да, здорово. Ну вот и красненький. Так, так, так. Я на самом деле очень рада, что побеждает у нас наличие регламентации. Главное, чтобы это не было слишком зарегламентировано. Будут ли у нас еще ответы? Я очень рада, что побеждают синенькие. И совсем, смотрите, на ныле у нас считают, что регламенты лишняя формальность. Это здорово, что так никто не считает. Ну, потому что если такое убеждение есть, то это очень сложно внедрять проектное управление, потому что, по сути, проекты состоят из процессов, а для того, чтобы процессы работали слаженно, нужна какая-то формализованная история. Вот это та история регламентирования. Так, окей, ну давайте возвращаться и разбираться с регламентами, зачем они и зачем их формализовывать. Вообще методология проектного управления, я прям так назвала, это правила игры. Ничего больше. То есть здесь не нужно изобретать какие-то супер регламенты, да, там, изобретать там правила, как эти регламенты использовать. Пусть все будет очень просто. Пусть это будет там какой-то алгоритм, сделанный там регламент в Word, и не обязательно там для этого информационную систему отдельно придумывать, в которой будут описаны все бизнес-процессы. Нет, этого достаточно. Просто давайте установим правила игры, по которым мы с вами все там внедряя проектное управление будем взаимодействовать. Так как проекты это все-таки процессная деятельность, да, мы любой проект можем взять и нарезать на конкретные маленькие процессики. И регламентируя каждый процесс, да, реализовывая проект, мы каждый раз набираем какой-то вот этот вот набор процессов, который реализован в компании. Какие-то процессы мы делаем лучше, какие-то плохо, какие-то совсем не делали ранее, да, и для нас только это предстоит. Но описав вот эти вот процессы и имея наши правила игры, мы будем становиться все лучше и лучше и совершеннее. Вот. С чего начинать регламентацию, если ее вообще нет, да, у нас были ответы нет. С чего ее начинать? Ну, опять же таки, тут есть несколько ответов на этот вопрос. Во-первых, регламентацию можно начать с описания каких-то базовых вещей, да, мы все знаем, ну, даже догадываемся интуитивно, что там проект состоит из там пяти основных стадий. Это инициация, это планирование, это реализация, тут нет мониторинга и контроля и завершение проекта. Так вот, можно начинать с описания, реализации каждой стадии, да, зарегламентировать сначала это. Это вот такой простой базовый подход. Как там работают, когда там системно внедряют проектное управление? Опираясь на какую-то, на какой-то подход, методологию там, я в своей практике опираюсь на подход PMBOK. Этот подход очень качественно описан был в шестом PMBOK, сейчас у нас действует седьмой, ну, то есть PMBOK, опять же, вспомним, напомню вам, да, это стандарт института PMI, американского института управления проектами, да, он периодически переиздается, но периодически это раз в четыре года стандартно, и вот буквально в сентябре этого года вышла версия, ну, чуть раньше на самом деле, но русская версия вышла как раз-таки там первого сентября. Так вот, сейчас действующая седьмая версия PMBOK, она немножечко поменяла свою форму, да, регламент, точнее не она, но он, вот, а предыдущая версия, это шестая версия, и в этой шестой версии очень качественно были описаны все процессы проектного управления, их всего описано там 49, сейчас я даже вам покажу ту самую там 21 страничку PMBOK, в котором все эти процессы очень качественно описаны, да, вот они все 49 процессов, они как в матрице разделены по областям знаний, управления интеграцией, содержанием, расписанием, стоимостью, качеством, ресурсами, коммуникациями, рисками, закупками, заинтересованными сторонами, и разделены на те самые наши пять этапов, про которые чуть раньше рассказывала, да, и вот в эту матрицу помещены все вот эти 49 процессов, идеальная такая картинка, что должно быть регламентировано в компании, чтобы там процессная система управления проектами, да, на базе процессов там у нас работали, да, это и процессы, как собирать требования, это и как составлять расписание, да, как составлять бюджет, да, определение бюджета, как контролировать расписание, стоимость, там, как управлять изменениями, в общем, все-все-все вот эти вот процессы предлагаются регламентировать, да, и когда мы начинаем там системно там внедрять проектное управление, мы берем вот такую вот картинку, проводим аудит в компании, а что есть сейчас на данный момент, а чего нет, а что болит, да, вы помните, мы вопрос задавали, а зачем, да, и начинаем системно понимать, а что мы будем, там, с чего начнем регламентировать, допустим, мы нарушаем системные сроки, но, значит, нам очень важно пойти вот в эту тему управления стоимостью и понять, сроки управления расписанием, да, и понять, а как же мы составляем, планируем расписание нашего проекта, как мы там ресурсы назначаем на это все, как мы потом контролируем наше расписание, в общем, и есть ли здесь какие-то проблемы в рамках этого процесса, если у нас он никак не регламентировать, значит, нам надо это сделать, вот, поэтому здесь можно оттолкнуться от какой-то методологии в том числе, но, а самое базовое, да, с чего я начала свой рассказ, это как раз-таки с того, что давайте начнем хотя бы с регламентации основных, основных этапов. Так, что-то меня выкинуло из моей презентации почему-то, извиняюсь, сейчас я, вернусь, у нее офис проектного комитета все мы посмотрели, вот, и с вами остановились вот на регламентации. Так что здесь самая важная часть, да, это постепенное установление правил игры. Начните с слайд-версии, потом можно идти все глубже и глубже, но зарываться тоже не надо, если честно, там, я показала вам картинку из 49 процессов, я ни разу не видела компанию, чтобы все 49 процессов работали, ну, нет, может, описаны и регламентированы были, а работали как по маслу, ну, честно, нет. Поэтому не нужно стремиться там все из 49 процессов описать, решите свои боли, да, отвечая на вопрос, зачем. Вот, ну, тоже как вариант, да, то есть описываются те основные, ну, например, когда там уже втянулись в проект, да, выбираете те процессы, которые вам важно регламентировать, там, составляете их в перечень, ну, допустим, в компании выбрали такой перечень процессов, которые подлежат регламентации в ходе внедрения проектного управления, да, поняли там, будут это сделать с помощью проектного программного обеспечения или нет, да, ну, и, соответственно, пошли потихонечку регламентировать, там, сроки выработали и так далее. Вот то, что касается правил и методологии. Это точно не нужно делать сразу же и все, это нужно делать постепенно, да, внедряя в практику. Это вот точно мое вам, моя вам рекомендация. Так, ну что, идем дальше и говорим с вами про следующий компонент, про третий компонент систем управления проектами, который называется система контроля и отчетности. Ну и опять вопрос к вам. Контролируйте вы достижение целей проекта регулярно через их измерения и визуализацию этого всего там в дашбордах, в отчетах и так далее. Да, опять активирую голосовалочку с этим вопросом и по всем нам знакомой ссылочке прошу проголосовать, как у вас здесь. Прям здорово. Отлично, смотрите, это здорово, да, прям пока у нас все ответы и все синенькие. Если есть возможность в чате, напишите, пожалуйста, там, через что вы это делаете, да, я имею в виду, это программное обеспечение какое-то или это там ваши отчеты, которые там вы составляете, например, в Excel. Мне самой очень любопытно, как вы это делаете. Вот, а я пока рассказываю, да, вот про этот компонент, да, напишите, пожалуйста, в чатике. Так, окей, ну, напишите, пожалуйста, да, очень интересно. Отчеты, Power BI, собственные отчеты, контрольные точки. Все, пока. Ага. Ну, да, Power BI, это классная, да, история, которая в основном сейчас применяется, и это здорово, что вы так делаете. Нам, конечно, система контроля отчетности здесь очень важна и нужна во внедрении системы управления проектами, потому что именно благодаря ей мы можем своевременно доводить информацию о проблемах состояния проекта нашему заказчику, например, да, или спонсору, есть такое понятие в проектном управлении. Это благодаря отчетам мы можем сохранять вовлеченность заинтересованных сторон в проект, про что я, да, мы такие ушли выполнять проект и никому ничего не говорим, что-то там делаем, 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 и непонятно, мы там вовремя все сделаем или у нас есть какие-то проблемы и так далее. А если мы регулярно делаем нашу отчетность, просто отправляем там, ну, самое примитивное в электронную почту этот отчет нашим заинтересованным сторонам, то они там потратив 5-10 минут на прочтение отчета, даже и меньше иногда, если это одностраничные отчеты и есть понимание, как их читать, мы можем быстро войти в курс дела и вот эту фрустрацию, скажем так, снять по поводу непонимания, что же происходит в нашем проекте. Это привитие дисциплины в первую очередь себе, как руководитель проекта, который составляет этот отчет, потому что он систематически знает, а что же происходит у него в проекте, потому что очень часто бывает, что даже руководитель проекта не может прогнозировать, да, чем же все закончится. Если такой системы нет, давайте поможем руководитель проекта это сделать, да, поймем, как должен выглядеть отчет, и это все как раз таки про систему управления проекта. Ну и, конечно же, мне нравится всегда говорить, что отчет это именно тот инструмент, который позволяет руководителю проекта управлять своим руководителем, да, будь то там генеральный директор, будь то там куратор проекта и так далее. Как ни странно звучит, но это так, потому что в отчете можно изложить все там свои сомнения, да, по поводу проблем, которые могут происходить в проекте, предложить какие-то варианты решения, и благодаря этому, да, как раз таки там принять нужное решение, потому что ты излагаешь свои мысли и логику свою, да, и свое видение. Поэтому это достаточно хороший такой инструмент. Ну и, конечно же, отчеты это, ну, усвоенные уроки, скажем так, да, проекта, потому что они у нас периодически сохраняются, если что-то произошло, мы можем всегда отлистать понятие, что было не так, на что там, какие показатели нам указывали на то, что вот скоро там что-то в проекте случится. Вот, поэтому отчеты это тоже такая благодатная история, чтобы их сохранять и потом анализировать. Ну вот здесь вот справа там пример такого отчета приведен, да. На самом деле этот отчет, данный этот отчет сделан в Excel-ечке, я вообще сторонник того, чтобы, когда мы рекламентируемся и только придумываем правила, это все сделать там на коленочке в рисуночках и в Excel-ечке и только потом переносить в какую-то систему и вообще может быть систему подбирать на основании там того, что мы хотим увидеть в отчете. Это бывает очень классно, потому что я прихожу уже с готовым ТЗ, ну, то есть у меня есть понимание, что я хочу видеть в системе, и система, ну, или сама по себе там готова настроить то, что мне требуется, или возможно требуется какая-то дополнительная доработка. Вот, поэтому я всегда рекомендую начать это с каких-то базовых вещей сделать в Excel, а потом пойти в какую-то информационную систему, которая сможет мне это реализовать. Ну, во всяком случае, Power BI очень хорошо интегрируется там с Microsoft Project, например, и многие цифры, если там ты планируешь графики свои, расписание в Project, можно потянуть из как раз-таки Project Power BI. Ну, в текущий момент мы там практикуем в компании подтяжку данных, мы используем для управления проектом на базовом, на уровне исполнителя, как ни странно, там задачник Asana, да, такой есть Task Tracker, вот, и данные по выполнению ВЕХ, ну, то есть у нас строительные проекты, строительные отрасли, да, есть повышен шаблон выполнения проекта, и когда задача у нас закрывается, там, я не знаю, концепция разработана, да, по планировкам. Данные от, ну, кнопку отжимают, выполнено, да, данные с этой датой у нас подтягиваются в другие системы, и в том числе, там, Power BI позволяет строить, там, мониторы, да, у нас это называется, с данными из всех проектов. То есть, на самом деле, там, многое системы позволяют сделать, и интеграции тоже достаточно доступны и просты. Но начать всегда стоит с прототипа, в том числе в Excel-ечке. Вот что про систему контроля отчетности стоит сказать. Ну, то есть, это весомый компонент, и он явно должен присутствовать в вашей системе управления проектами, продуман должен быть. И это классическая история, да, вот этот вот цикл деминга, я думаю, что многие с ним знакомы, когда мы говорим, что деминг нам говорил, что любой процесс, он выполняется вот по таким часикам, да, планируй, plan, do, check, action. В общем, планируй, исполняй, проверяй, корректируй. Да, и здесь также, да, мы с вами спланировали регламент, задумали, правила описали, поделали что-то, да, в рамках проекта. А теперь давайте все-таки посмотрим, наш регламент работает или нет, много лишних слов написали, а эффективности нам это все не прибавило. И, ну, такая панель навигации, это как раз-таки та самая система контроля и отчетности. Вот. Ну, и последний компонент, четвертый компонент, про который хотелось бы поговорить в рамках внедрения системы управления проектами. Это непосредственно программное обеспечение, да, информационная система управления проектами, которая может использоваться. Ну, опять мне очень любопытно и интересно, да, что вы используете для управления проектами. Я вам задаю еще один вопрос. Это какое программное обеспечение используете для управления проектами? Я говорила ранее, что такого обеспечения достаточно много на рынке, да, и даже в компании бывают прям сочетания различных систем, которые интегрированы между собой, и каждая система там закрывает свой вопрос. Ну, например, если мы управляем бюджетами, это может быть программное обеспечение, там, 1С. А если мы управляем там расписанием, то это может быть проект, ну, в общем, достаточно много систем, да, которые могут быть интегрированы между собой. Так, вот у нас фаворит Prello появился. Пишут еще в чат, что есть ЦАП, Наталья написала. ЦАП, ну, это прям, прям, прям доступно для больших компаний, да, таких системных. Не всегда у всех компаний, да, есть возможность использовать дорогостоящее такое программное обеспечение, и нам нужно придумать варианты, как же сделать 1С, да. Вот мои коллеги, использующие Асана. Маш, это были не вы? Это была не я. Я не успеваю одновременно читать чат и скидать оценки. Ну, я просто к тому, что Вэш тоже активно использует Асана. Это была я. Ну, Канбан доски, это же не программное обеспечение само по себе, Асана тоже использует Канбан доски, ну, принцип. Канбан доски и Trello используют принцип Канбан доски. Сапанин, Битрикс, Ага, Excel. Битрикс, кстати, да, в последнее время очень часто сталкиваюсь с тем, что используют Битрикс для реализации проектов. Ну, я думаю, что это, наверное, связано с тем, что там другие подразделения, да, особенно там с клиентов же все начинается, там работали в Битриксе, а так как у Битрикса появился новый модуль, то постепенненько и его освоили. Окей, спасибо всем за ответы по программному обеспечению. Давайте разбираться с ним. Что же тут может быть? Во-первых, я хочу сказать, что у нас есть несколько слоев, и для каждого слоя может использоваться свое программное обеспечение, да. Что за это за слои? У нас есть уровень топ-менеджмента, который может, которому нужно и важно контролировать, да. И для этого уровня как раз-таки больше история там с дашбордами, отчетами может использоваться. Это как раз-таки история с визуализацией, поэтому здесь вот для этого там высшего уровня системы, да, как раз-таки очень подойдет там, например, Power BI, да. Вот. Следующий уровень или слой – это уровень руководителя проекта. Ему нужно уже управлять проектом, и это может быть совершенно другая система, ну, например, там Microsoft Project, которая позволяет увидеть весь проект во всей России, да, это вот второй такой уровень. Ну, и есть третий уровень – это уровень команды, уровень исполнения уже непосредственно, где команде нужно отмечать, да, то, что она сделала, да, допустим, отчитываться от исполнения. И здесь уже это может быть уровень другой, это может быть какой-либо task tracker, там, и Asana, и Trello, да, где команде будет удобно, во-первых, видеть, да, и отчитываться об исполнении, потому что там Project, тот же Microsoft Project, ну, там, нужно там докупить отдельные, как сказать, или специфический, да, модуль купить, да, для того, чтобы можно было также отчитываться или придумывать какую-то историю. Ну, мы в свое время, когда на Project занимались управлением проектами, да, мы выгрыжали статус отчеты в Excel, отправляли эти Excel-ечки, там, исполнителям для отчетности, и дальше они нам отправляли их обратно, и мы эти Excel-ечки загружали в Project. Ну, вот у нас такая непростая история была реализована. Вот, поэтому тут на каждом уровне может своя система быть для того, чтобы удовлетворять всем интересам разных уровней. Вот. На текущий момент могу сказать о ситуации, что происходит сейчас, то есть если все проектное управление там в свое время начиналось там с того же Project, Primaware, ну, достаточно таких инструментов консервативных, которые позволяли именно графиком проекта управлять, то сейчас это программное обеспечение достаточно эволюционировало. Вот. И кроме того, что оно предназначено исключительно для руководителя проекта, мы пытаемся, ну, точнее, почему пытаемся, мы хотим использовать этот инструмент для того, чтобы там фиксировать выполнение работ, для того, чтобы можно было оперативно уведомить о каких-то проблемах, да, отписаться, прокомментировать эту работу, для того, чтобы можно было визуализировать данные по текущему состоянию проекта, и все это сделать там желательно в одной системе. Вот. Поэтому и по программные продукты, да, хотят и желают подстраиваться под это. Но, во всяком случае, когда наблюдаешь за то, как семимильными шагами развиваются разные программные продукты, это очень радует. Вот. Ну, и, конечно же, да, помните, в самом начале я говорила, что программное обеспечение – это, ну, такой необязательный компонент проектного управления, но, как минимум, мы с вами все-таки живем в цифровой среде, и программное обеспечение 100% позволяет быстрее выполнять какие-то задачи нашего проекта. Вот. Если посмотреть, что позволяет достигать именно использование программного обеспечения, то именно про него мы можем сказать, что оно увеличивает количество проектов, которые мы можем одновременно выполнять и выполнять в срок. Именно программное обеспечение позволяет нам равномерно распределять рабочую нагрузку, потому что там тот же проект, да, мы можем визуализацию раскрыть с ресурсами и посмотреть, если грамотно ведем ресурсы, да, посмотреть нагрузку на каждый ресурс. Там та же Асана, с которой работаю в текущий момент, позволяет видеть загрузку ресурсов, да, если вы правильно выставили периоды выполнения работ и прицепили к этому периоду, к задаче ресурс, то в рамках портфельного управления, да, с определенной версией тоже позволяют управлять загрузкой ресурсов. Вот, ну и, конечно же, более эффективное сотрудничество в команде, потому что мы визуально видим все, что происходит в проекте, это все, он как на ладони, и, соответственно, вся команда в едином информационном поле находится, и это большой плюс программного обеспечения, что достигается именно программным обеспечением. Вот. Ну и, конечно же, когда мы там задумываемся об использовании программного обеспечения, мы, во-первых, должны понимать, что у нас есть несколько слоев для кого мы, уровней, для кого мы используем это программное обеспечение, вот, и те этапы, которые проходят в проект, да, и когда мы такой ТЗ-шечку себе составляем на приобретение ТЗ, ну, на выбор ТЗ, ПО, программного обеспечения, да, то мы должны подумать, а что же мы от него хотим? Ну, например, на стадии планирования мы хотим видеть общую картину по всем проектам, да, соответственно, там у нас должно в программном обеспечении быть функция управления портфелем. Мы хотим видеть в рамках проектов задачи, к которым мы можем присвоить сроки, да, и визуально это увидеть, и назначить ресурсы определенные. Мы хотим видеть взаимосвязи или не хотим. Ну, допустим, там, если мы там с вами в Асане, в Асанно находимся, то там есть, конечно, взаимосвязи, но они такие, совсем не такие, как взаимосвязи в проджекте, да. Если проджект нам позволяет по этим взаимосвязям рассчитать модель, то график, то взаимосвязи в Асанно нам этого не позволяют сделать. На стадии реализации, да, мы что хотим от нашего программного продукта? Хотим ли мы, чтобы это была коммуникационная площадка, где мы можем комментировать какие-то задачи или нам это не обязательно? Хотим ли мы отслеживать, в срок не в срок выполняется задача, да, есть ли у нас возможность видеть базовый план? Это тоже очень важно понимать, когда мы выбираем программное обеспечение. Когда мы перемещаемся на стадию мониторинга и контроля, да, что мы хотим, в каком виде мы хотим видеть, там, отчет, дашборды, или там для программного обеспечения нам это в текущий момент не важно, потому что мы это там будем угрузить другую систему, там, в тот же Power BI. Позволяет ли нам программное обеспечение аккумулировать извлеченные уроки? Или для этого будет там отдельная папочка на каком-то отдельном сервере хранится, да, куда мы это будем складывать? То есть обо всем этом мы должны заранее подумать для того, чтобы сформулировать техническое задание для нашего программного обеспечения. Ну и, конечно же, нужно понимать, насколько легко нам будут сделать различные интеграции. Вот, то есть я говорила там о программе Power BI, который позволяет, да, зацепиться с большим количеством систем программных, да, а будет для такого взаимодействия обеспечено другими программными продуктами, в общем, это тоже момент, о котором важно подумать при выборе программного обеспечения. По поводу того, кто использует, не использует, да, вот прям был опрос компании, здесь есть ссылочка у меня. Так вот, из этого опроса пришли к выводу, что программное обеспечение в основном, ну, для управления проектами, конечно же, используют компании, которые работают в серии услуг, информационной технологии, программное обеспечение разрабатывают, которые, ну, и консалтинговые компании, финансовые услуги, маркетинг, реклама, бухгалтерский учет и компании, работающие в машиностроении. Ну и очень часто не используют никакого программного обеспечения, да, из этого опроса. Стартапы, ну, видимо, пока не до программного обеспечения, пока денег не накопили, да, и достаточно пока, но на самом деле, наверное, это и релевантно, да, потому что пока мы разберемся, что нам нужно в Excel-ке планируем, потом мы уже станем достаточно крупными и перейдем уже в следующую категорию. Ну вот я из этого вопроса задалась там вопросом для себя, где же здесь стройка, потому что тоже активно используют программное обеспечение, может, кого-то еще пропустили, но вот такую интересную статистику я нашла. Вот. Ну и если говорить о тех программных продуктах, которые там используются сейчас очень часто для управления проектами, то вот такой вот мой перечень из девяти штук. Причем я их разделила умышленно по двум столбцам. Это первый столбец, это такие лайт-версии, да, task-трекеры, которые такие базовые, не сильно тяжелые, очень легкие для понимания, но в которые войти очень просто. Bittrex, Jira, SANA, Slack, Wrike, Trello. Да, здесь вот. И во вторую секцию, колоночку, да, я отнесла такие продукты, как Microsoft Project, Advanta, Spider Project, но это такие уже, скажем так, монстры программного обеспечения, которые уже не первый год на рынке, которые уже прям очень, если хочется прям модели составлять, расписания, которые пересчитываются, которые там с различными историями работают, то это, конечно же, вот эти вот инструменты программного обеспечения. Вот, но стоит сказать, что многие из этих продуктов, да, предоставляют такой пробный период, или, допустим, там та же SANA, если вы работаете до 15 человек, это будет вообще для вас бесплатно. Вот, и всегда можно, прежде чем сделать выбор программного обеспечения, это все потренировать и, соответственно, уже сделать осознанный выбор. То есть не стоит задавать вопрос, там, тут в том числе мне, а что вы рекомендуете, какой инструмент использовать? Я могу сказать, что там за всю свою практику, участие в различных проектах, внедрение проектного управления, разные инструменты использовала. То есть мы начинали использование со спайдера-проджекта, мы планировали на Microsoft проджекте, а в конце концов, вот сейчас, в текущий момент мы используем SANA там и собственные разработки, да, то есть у нас такое сочетание. Нужно все-таки отталкиваться от ваших задач, от вашего коллектива, где вам комфортнее, удобнее будет работать и с чем вы хотите работать, какие задачи в этом программном обеспечении решать. Поэтому тут достаточно такая индивидуальная история, которая учитывает много компонентов, там, цену готовы ли вы платить, да, за, потому что это лицензии, за лицензии сколько они стоят, это не все бесплатно и так далее. Вот, мы с вами поговорили про основные четыре компонента, еще раз скажу, что нам очень важно, чтобы они были сбалансированы, вот, не стоит там перекос куда-то там в методологию, да, вот я все регламенты писал, но что-то не работает, да, не работает, потому что основные три, остальные три компонента, ну, про них забыли. Вот. Давайте поговорим про, там, третью цель, да, которую я ставила, это поговорить про те подводные камни, про проблемы, с которыми мы можем сталкиваться, когда говорим о внедрении программного, ой, о внедрении системы управления проектами. Ну, первую, первую проблема, да, это отсутствие цели, либо цель, сформулированная не на стратегическом уровне. Это очень важно, да, почему я и начала с этой проблематизации в самом начале, это именно потому, что если мы не ставим для себя цель, то потом мы не сможем понять, а достигли мы ее или нет, то есть мы можем быть просто с вами в процессе. Очень часто бывает, что мы внедрение делаем ради внедрения, но это не цель на стратегическом уровне, все-таки стратегический уровень, это уровень компании, когда мы решаем, что это вам позволит выполнять проект в срок. Ну, допустим, у меня есть там портфель из 100 проектов, из них я 20 делаю не в срок, 25 у меня не в рамках бюджета, и я ставлю для себя цель, что у меня все проекты должны быть в срок, и все проекты должны быть в рамках моих бюджетов, да, выделенных на эти проекты. И тогда это вполне себе цель, которая поставлена на стратегическом уровне, и когда я закончу внедрение проектного управления, да, я четко проверю, у меня все сейчас проекты в срок, или что-то, что-то пошло не так, да, и я не достигла цели внутри проекта управления. Второй важный момент, да, подводный камень, это, я тоже это озвучила уже сегодня в течение нашего разговора, это отсутствие вовлеченности первого лица компании. Если первое лицо компании не заинтересовано во внедрении проектного управления, то, ну, можно сразу же это не начинать, иначе там это будет делаться, ну, то есть кто-то стандартно будет на это забивать, там, вы подготовили новый регламент, ну, то есть, как бы, а почему остальные должны ими руководствоваться, ну, непонятно. Вот, как убедить, то есть воля первого лица, мы же понимаем, что любой проект внедрения чего-то нового, как система управления проектами, это проект изменений, а любые изменения связаны с сопротивлением, и там, не имея поддержки первого лица компаний, работать с сопротивлениями будет очень вам сложно. Вот, поэтому здесь нужно сразу же этим заручиться и идти там с гордо поднятой головой и с пониманием того, что эта компания важна и нужна. Третье, да, неопределены выгоды основных заинтересованных сторон. Очень, я вот наблюдаю такую картину уже несколько раз, каждый раз, когда мы запускаем новые группы, ну, маленький у нас есть такой обучающий курс управления, по управлению проектами, да, двухдневный, и каждый раз, ну, у нас есть там практические задания, и одно из практических заданий, это мы составляем там устав в самом начале проекта, и очень часто, составляя устав, какие-то группы, ну, более такие, на мой взгляд, продвинутые, да, хотя такого задания я не даю, они начинают прописывать прям выгоды, ну, то есть там задание просто определить заинтересованные стороны, они, кроме этого, еще и начинают к этим заинтересованным сторонам приписывать выгоды, ну, то есть, а каких же выгод каждая из этих заинтересованных сторон добьется в рамках проекта. И это-то классно бывает, ну, то есть я вот встречаю это не часто, но бывает в группах, потому что потом, делая остальные другие, ну, то есть, как бы, когда в проект заходит в какой-то тупик, и мы не понимаем там, что делать, мы открываем вот этот вот уставчик, где прописаны все выгоды основных заинтересованных сторон, четко понимаем там в этом проекте, да, а вот эта заинтересованная сторона какую выгоду получит? Ага, тогда я могу к ней пойти и попросить помощи в реализации моего проекта. Вот, поэтому это такое упражнение в самом начале очень-очень хорошее для вас и помогающее потом на следующих этапах для того, чтобы там в какие-то моменты реанимировать проект, да, поддержку получить этого проекта и так далее. Вот, ну, про баланс, четвертый пункт, нет баланса между четырьмя основными компонентами систем управления проектами, мы тоже с вами говорили сегодня, это прям важно обеспечивать, не нужно перекосов в какую-то одну историю, то есть, я там внедряю проекты, программные продукты, и это важно, ну, нет, так не будет работать, то есть недостаточно одного программного продукта, все другое тоже должно работать. А там автоматизировать хаос тоже невозможно, если вы не написали регламент, то, соответственно, там, а что же вы будете закладывать в программный продукт? Сопротивление, да, не проводится работа с сопротивлением изменения. Тут иногда бывает правда, ну, может быть, в силу того, что нет опыта, там, реализации таких проектов, соответственно, и нет понимания, что любой проект, реализация любого проекта, особенно каких-то внутренних инфраструктурных проектов, да, проектов, которые касаются, там, изменения деятельности компании, это проекты, которые, ну, меняют, что ли, стиль, практику работы в компании, установившуюся, к которой все привыкли, а, соответственно, чьи-то интересы будут нарушаться. И, естественно, раз интересы нарушаются, то и возникает, естественно, сопротивление этим изменениям. Это будет, ну, это будет всегда, то есть этого невозможно избежать. И поэтому мы должны, там, с открытыми глазами, идя в эти проекты, понимать, что нам здесь придется работать с сопротивлением, мы должны к этому быть готовы и на ранних этапах прямо начинать с этим работать. Это могут быть на самом деле какие-то элементарные вещи, какие-то пиар-компании, да, которые, значит, там, я не знаю, на общую доску вывесили информацию о том, что там у нас такой реализуется проект, там отчет повесили по этому проекту и так далее. И это позволяет там думать, что там внедрение проектного управления в компанию – это неизбежность, и проект развивается, несмотря на то, что там есть какие-то сопротивления этому проекту, и там, и люди будут вовлекаться в этот проект. Ну, это такая маленькая толечка, но, тем не менее, об этом нужно думать, и на это не нужно закрывать глаза. Ну, и там шестой пункт – это незнание, как внедрять. Здесь, я думаю, что это легко решается, опытным путем, вот, если там вы один раз прошли эту историю, то в следующий раз мы, конечно, не войдем в ту же самую реку, но мы уже больше знаем. Опыт передается не только там набиванием собственных шишек, опыт передается в том числе и обучением, да, и этот вопрос решается. То есть прежде, чем что-то делать, я всегда призываю, посмотрите, может быть, кто-то уже это делал и может передать свой опыт, свою практику, чтобы не наступить на те грабли, на которые наступали другие. Вот. Вот такие вот подводные камни есть. Кто осведомлен, тот вооружен, я всегда так считаю. Если вы внедряете проектное управление, да, на какой-то стадии, еще раз собернитесь и посмотрите, все ли эти пункты вы знаете, да, и обо всех ли подумали, если о чем-то не подумали, ну, значит, подумайте сейчас и дальше продолжайте с пониманием этого. Ну и вопрос. Минутка интерактивчика. Что мешает внедрению проектного управления у вас? То есть мы вот поговорили про подводные камни. Я хочу спросить, как у вас. Я вот перенесла все вот эти вот пункты, которые сейчас обсуждала, да, хочется понять, а у вас-то это работает, что-то мешает? Или я вообще про подводные камни говорю, которые несуществующие. Все та же ссылка, да, по которой мы голосуем. О, вот кому-то ничего не мешает. Здорово. Я рада. Зеленый свет – это всегда круто. Развесим по первичности, да, что в основном нам мешает внедрять. Супер тем, кому ничего не мешает и у кого все по плану. И по поводу шестого пункта, да, незнание, как внедрять. Вот это вот самое-самое меньшее из зол, потому что решается элементарно, да, обучением, там, нахождением тех людей, у которых есть уже опыт. Все остальное, конечно, сложнее лечиться. Если не было цели, то надо быстренько, да, что-то поменять в аптеке, придумать эту цель и уже двигаться, исходя из нее. Если нет вовлеченности, ну, тут, правда, ничего не поделаешь, там, замотивировать и как-то призвать к этому. Это, конечно, долгая работа, не моментальная, как найти хорошее обучение, обучиться и понимать, как. Спасибо большое за ваши ответы. Ну, я очень рада, что больше всего, да, это не знание, как внедрять. И это самая легко решаемая проблема, которую мы можем решить в ваши точно на раз. Вот, приходите к нам, и мы научим. Окей, ну, давайте дальше продолжать. У нас еще один пунктик с вами остался, который я запланировала к обсуждению сегодня. Это все-таки алгоритм, да, тех шагов, как нам нужно пойти для того, чтобы успешно внедрить проектное управление. Девять шагов я тут предусмотрела в этом алгоритме. С чего начинаем? Первое, начинаем с проблематизации. Давайте поймем, опросим, да, у кого что болит. И дальше на основании этих проблем, ну, всех опрашивать тоже опасно, будет много мнений. Нас, конечно же, интересует главное наше лицо, это или собственник, или директор компании, от кого идет эта инициатива, да. И мы решаем в первую очередь внедрением в систему управления проектами его большую проблему, да, как он видит эту всю историю. На основании его проблем ставим уже для себя цели. Ну, и попутно, конечно же, мы решаем проблемы и других, учитывая это, но в первую очередь приоритизируем именно те проблемы, которые мы решаем. После того, как цели поставили, да, нам важно провести аудит текущего состояния проектного управления. Для этого нам надо, конечно же, уже в уме какую-то систему держать. Ну, я вам сегодня предлагала для, там, как основу аудита, допустим, те процессы, которые есть у нас в PMBOK'е, 49 процессов. То есть мы проходимся по ним, смотрим, что есть, чего нет. Ну, и, соответственно, там, так как у нас цели определены, да, то работать начинаем именно с теми процессами, которые позволяют нам решать проблемы выделенные. Вот, это вот третий пункт, да, который называется определение приоритетов при развертывании полу. То есть мы знаем, проблему поставили цели, мы провели аудит текущего состояния и понимаем, что у нас есть с проектным управлением в компании, и мы готовы поставить приоритет, да, и для себя вот этот график работы написать, да, составить, решая там болевые точки, которые мы начали в рамках первого пункта. Фиксируем порядок действий, то есть уже начинаем непосредственно работать по тому порядку в соответствии с теми приоритетами, которые расставили в третьем пункте. Фиксация порядка действий, это я вот так вот зашифровала регламентацию, регламентирование, да, то есть мы берем по болевой точке, там, допустим, у нас нарушение сроков систематические, значит, мы берем процесс составления графиков проектов, управления сроками и его регламентируем для себя, то есть как действуем, да, как планируем, как реализовываем, как контролируем графики, какое программное обеспечение для этого используем, ну и так далее, так далее, так далее, все эти нюансы прописываем в регламенте. Ну и запускаем, соответственно, в работу. Это как запускаем? Запускаем обучение, то есть собираем всех тех, кто связан с этим, с управлением сроками, говорим, а вот у нас теперь такой порядок, давайте им руководствоваться. Если нужно, да, для этого, для нашего регламента, то развертываем соответствующее программное обеспечение, там для графиков нужно Microsoft Project, то есть нам нужно задуматься, да, там, приобрести необходимое количество лицензий, там, задать какие-то справочники, завести, если это необходимо, ну и готовое ПО предоставить нашим сотрудникам для того, чтобы они использовали в своей деятельности. Дальше, да, придумали, как работаем, всех обучили, ПО необходимое развернули. Очень важно осуществлять регулярный контроль. А как наш процесс работает? А работает ли он правильно? Может быть, мы в чем-то ошиблись, что-то не предусмотрели, нам нужно, да, настроить. Вот, поэтому регулярный контроль нам тоже очень важен, да. Он такой с двух позиций. С одной позиции, как бы, а достигаем ли мы сроков, то есть вот тех целей, которые ставили перед своим проектом, да, в самом начале. И с другой позиции, а достаточно ли тот регламент, который мы разработали. Быстрые результаты и мелкие победы. Ну, то есть не забывайте, что все мы люди, там, всех, кто в рамках проекта, хочется, ну, какие-то результаты видеть. Поэтому одну историю проработали, там, с графиками проектов. Расскажите о результатах, сообщите всем, похвалите себя и порадуйтесь за коллег, что у нас что-то получается, что теперь у нас не 20 проектов не в срок, а всего лишь 5 проектов не в срок. И вообще это связано вовсе не с тем, что мы не следим за сроками, это связано с какими-то другими причинами, там, с заказчиком и так далее, как мы любим говорить, да, во всем виноват заказчик. Вот. Ну, и еще один важный слой, да, который как будто бы находится, ну, вот знаете, как, если мы говорим про систему управления проектами, то у нее есть такая надсистема, другой слой, там, про управление портфелем проектов. И вот этот девятый пункт, развертывание системы мотивации на базе выработанных правил, он такой из надсистемы как будто бы, ну, то есть у нас есть система управления конкретным проектом, а надсистема – это в целом система мотивации, которую мы используем для того, чтобы стимулировать там руководителей проекта и всю команду для участия в проекте. Так вот, очень важно потом своевременно, я не говорю, что это должно быть прям сразу же, но, тем не менее, там, когда вы внедряете систему управления проектами, не забудьте вот про этот пункт. Ну, потому что очень часто я встречаю такую историю, когда стремятся внедрить систему управления проектами, но сделать это без какого-то вознаграждения людей по результатам проекта и вообще за участие в проектах и так далее. И это становится какой-то лишней обузой, на самом деле, для сотрудников. Но ведь, правда, благодаря реализации проектов компания в том числе получает прибыль. И поэтому я считаю, что это очень важно поделиться там благодаря вот этой системе мотивации, разработанной какими-то бонусами и с сотрудниками в том числе. Поэтому это важный компонент, это компонент, который позволяет работать с системой управления слаженными. Ну, система мотивации, на самом деле, многих вопросов помогает решить, но к этой системе мотивации нужно подходить не там, не рубясь шашкой с самого начала, а все-таки, когда вы систему выстроите, когда вы поймете, каких целей достигнуть, отчеты посоставляете, каких целей достигать должны проекты, и уже на достижение этих целей может мотивировать там руководитель проекта и команды, и тогда у вас прям очень хорошо вся система заработает, в том числе на уровне компании. Вот такие вот девять шагов алгоритма. Я думаю, что базово для понимания, как внедрять проектное управление, я с вами информацией поделилась, есть теперь в какую сторону думать, есть понимание, что искать, если нет пока понимания, как внедрять проектное управление, то хотя бы канва у вас точно должна появиться после сегодняшнего вебинара. И есть у меня такой последний интерактивненький вопрос к вам. Опять я запускаю такую голосовалочку. И хочу спросить, был ли сегодня полезен для вас вебинар, чтобы понять, принесла ли я вам непокровимую пользу. Спасибо большое. Ну, я очень рада, что было полезно. И у меня еще есть большая миссия, да, рассказать про нашу программу, руководитель мини-МБА, руководитель проекта. Юлия Борисовна вначале говорила, что я являюсь научным руководителем этой программы. И я хотела бы вас пригласить, если вы хотите развиваться как руководитель проекта, если вам эта тема интересна, то у нас прям, ну вот, мы запустили первую группу, сейчас мы набирать будем вторую группу руководителей проекта. И прям мне очень нравится, как мы там идем, сколько всего полезного получают руководители проектов, да, и я вас тоже приглашаю в эту программу. Сейчас я переключу быстренько презентейшн и расскажу вам про эту программу. мини-МБА. Это такая у нас годовая программа. Ну, я, наверное, вру немножечко, она чуть меньше года, 9 месяцев она, по-моему. Нет, не вру, прям годовая программа. Ну, там с каникулами. Не помню, там июня, 1 месяц, получается, 2 года. Ага, вот, мы постарались и наполнили эту программу всеми такими блоками, которые необходимы руководителю проекта для того, чтобы прям точно сказать, что я умею управлять проектами. Здесь вы видите, что все раскрашено там в разные цвета. У нас есть и технические инструменты, которыми должен владеть и обладать руководитель проекта для того, чтобы реализовывать проекты, уметь планировать проект, уметь бюджетировать проект, уметь управлять рисками, уметь там использовать программное обеспечение, у нас там проект предусмотрен, уметь понимать и стратегировать, осуществлять стратегический анализ внутренней и внешней среды компании для того, чтобы понимать, в каких условиях реализуются проекты. Вот, и это вот все такие технические инструменты у нас вводили на краснике. Мы понимаем, что вообще у руководителя проекта есть такая статистика, что 90% времени руководителя проекта уходит на коммуникации. И, естественно, руководитель проекта должен прям 100% владеть различными так называемыми инструментами soft skills. Поэтому и этим наполнена данная программа. Ну, правда, не 90% у нас, да, как по статистике, но это зелененькие такие блоки, это soft skills, которые развиваются, тренинговая составляющая. Но это очень важная составляющая, поэтому, конечно же, мы ее добавляем. Это и эффективная работа в команде, и тренинг самих коммуникаций, и я руководитель тренинг управленческих компетенций, все сюда мы включаем. Есть такие форматы работы, как бизнес-симуляция Баваненкова, да, это, в принципе, такая бизнес-игра, то есть вы в игре смотрите на себя со стороны и понимаете, насколько вы развели или насколько развиты у вас навыки управления проектами. У нас запланированы круглые столы с экспертами, которые применяют проектное управление на практике, да, посмотреть, а как у них это бывает очень полезно. Вот это тоже у нас добавлено и в рамках программы предусмотрено. Ну и итоговый момент очень важный, да, в конце большого такого обучения у нас есть выпускная дипломная работа, которую пишут студенты, как назвать-то правильно, студенты, слушатели, да, в ходе всего обучения, то есть получая по крупицам знания из каждого блока, это позволяет вам написать выпускную работу на вашем примере. различные темы, да, мы выбираем, ну, в основном, конечно, слушатели стремятся свой проект описать, да, конкретный, реальный, да, по всем инструментам, но бывают и другие варианты, вот, поэтому тут вместе определимся с темой с вами, и в итоге в конце у вас будет выпускная работа, которую вы сможете на практике использовать в вашей реальной работе. Вот такая вот программа. Ну и, конечно же, там звездный состав преподавателей, про него уже Юль Борисовна говорила, я тут тоже покажу различные красивые картинки с добрыми и очень умными людьми, которые трудятся в программе, и правда, это все практики, ну, то есть это люди, которые не в теории рассказывают, а которые там в практике работают с бюджетами проекта, там оценивают инвестиции, которые планируют и портфели собирают, которые работают с agile, и, ну, конечно же, работают с командами. Вот. Ну и еще что, о чем бы хотелось преимущество программное ответить, что это, знаете, живое общение. Вот мы сейчас с вами онлайн общаемся, а там мы в реальности встречаемся, смотрим друг другу в глаза, обсуждаем какие-то наболевшие проблемы, и прям тут какие-то открытия происходят, когда мы вот прям встречаемся вживую, и это дорогого стоит. Это в том числе какие-то ценные контакты, которые вы приобретаете, которые вы можете использовать потом в дальнейшем в своем, в профессиональном своем плане. Вот. Ну и мы запускаем эту программу с 3 декабря. Да. 3 декабря у нас вечерний такой, там, с пяти часов у нас будет такое встреча-знакомство, ну, а дальше уже у нас такой график модульный. Один раз в месяц мы будем встречаться, это суббота-воскресенье. Обычно два дня, бывает и один день, бывает там полтора дня, в зависимости от того, как скомпоновано расписание, но это обычно один модуль, один раз в месяц. Ну, вот продолжительность 12 месяцев. Ну, на самом деле, там есть месяц отпуска в августе, вот. Ну, и там каникулы тоже предусмотрены. Праздники. Новогодние. Да, на праздники. Праздники не учимся, да, праздники празднуют. Вот, поэтому здесь точно так. Ну, и, конечно же, стоит отметить, что выпускной документ – это дипломы профессиональной перебородовки. Вот, и стоимость программы на текущий момент – 145 тысяч. Я не знаю, Маша, помоги мне, будет ли раз... Все верно. Да, простит, сна. Все в порядке с ценой, она пока не выросла. Пока не выросла. Окей. Ну, в общем, вот такие условия. Если вам интересно, пишите. Маша с удовольствием будет... Да, и тут вопрос в чатке. С крупными предприятиями металлургии работаете? Надо уточнить вопрос, потому что речь идет о... В каком плане? О чем, да. То есть учим ли мы крупные предприятия металлургические этой проблематики? Или работаем мы с ними в каком-то консалтинговом режиме? Или это к опыту Маргариты, есть ли у нее личный опыт работы с крупными металлургическими предприятиями? Вот если коллега уточнит вопрос, то мы, конечно, ответим. Потому что вот так... Если говорить об обучении, то мы по широкому очень спектру тем работаем, в том числе по проектному управлению, с разными аспектами этого большого поля. Мы работаем с крупными предприятиями, в том числе металлургическими и прочими производственными отраслями, потому что эта проблематика, она актуальна. То есть, например, у нас очень большой проект по обучению этим инструментам. Но вот в компании Лассерсбергер, они крупное производственное предприятие, не у нас, не в Екатеринбурге. У них прям большой очень был объем обучения на эту тему. Но это не металлургия, это какая-то химия промышленная, если бы. Ну, так-то, если вспоминать, у нас какие-то проекты, которые были были, которые были, там, масса. Да, их немало. Ну, коллеги, если есть какие-то вопросы, мы укладываемся в регламент. Мы молодцы. Значит, мы вас пошевелим буквально несколько секунд. Вдруг вы не задали свой вопрос или хотите его уточнить. Ну и вот пока вы там думаете задать вопрос, смотрите на этот итоговый слайд. Я пользуюсь, пользуюсь, так сказать, тем, что я вот тут имею возможность что-то сказать, хочу еще, ну, такие пять копеек вставить, что вот сегодня упоминались в том числе всякие разные инструменты, которые не входят в курс руководителей проектов. Это инструменты, связанные с современными вот этими возможностями визуализации. Это дашборды, Power BI и всякие разные динамические таблицы, которые очень важны как возможность работать с этой информацией, особенно когда объем, ну, там, проектов, например, у вас в компании большой. Вот, соответственно, хочу вот чуть-чуть анонсировать, что такого типа обучения тоже у нас есть. И это разного масштаба программы, которые посвящены отдельно прямо освоению вот этих инструментов, начиная с Excel и дашбордов в Excel и прочих инструментов важных для разработки и подготовки дашборда в Excel. И Power BI, да, вот коллеги кидают ссылки. И Power BI как отдельный инструмент тоже есть как отдельная программа. небольшие, такие очень компактные, маленькими дозами, чтобы люди от этих инструментов там мозг не кипел. Вот. Но сегодня вот слушая, я подумала, может быть, мы создадим какую-то формулу, по которой выпускники этой программы могут иметь, ну, как бы, какой-то бонус большой на участие в этих специализированных курсах, потому что инструментарий актуален. Так, ну что, коллеги, вопросы не возникают. Ну, или возникают и требуют Маргарита, вот. Сколько лет вы уже занимаетесь проектным управлением, задает вопрос наш слушатель. Ой, когда по возрасту не говорят. На самом деле я занимаюсь проектным управлением с 2007 года. Я пришла в компанию, в первой моей компании, которая занималась электроэнергетикой, и мы строили подстанции, да, мы как раз-таки делали это все с нуля, организовывали проектный офис, потом участвовали даже в проекте, этот так называемый проект, лучший проект года он назывался, да, ему даже выиграли золото в номинации средние проекты со своим проектом, там, реконструкция, короче говоря, я даже боюсь называть его название. Реконструкция, да, подстанции очень большой, вот. Ну, что являлось подтверждением того, что проектное управление в нашей компании работает и работает на очень достаточно высоком ценном уровне, вот. Ну, и с 2015 года я там сертифицировалась сама, то есть я стала профессиональным руководителем проекта, это такая номинация PMP, Project Management Professional, это сертификация как раз-таки проектного института PMI, вот, и с 2015 года я именно сертифицирована, я руководитель проекта. Вот, ну, а в текущий момент, да, то есть в нескольких компаниях, правда, моя такая проектная жизнь, она связана больше с компаниями проектными и строительными, то есть вот в этой отрасли я больше работаю, но, несмотря на это, вот на текущий момент я даже отношусь к подразделению цифровизации в компании, ну, то есть вот такие разные формы принимают внедрение проектного управления. Вот, так что такой достаточно длительный опыт у меня.